Всем привет! Меня зовут Ангелина. Я начинаю сессию с Лизой Саморуковой. Сейчас мы ее пригласим на наше видео, чтобы она к нам присоединилась и ответила на все вопросы. И напишите, пожалуйста, в комментариях, слышите ли вы меня, все ли окей со звуком. Лиза, вы уже появились? О, Лиза появилась. Лиза, поверните камеру горизонтально, я не могу вас пригласить на видео. Так, вот. Так, присоединяемся, присоединяемся. Ура! Здравствуйте, Лиза. Здрасте. Всем сейчас я настрою тут немножко угол правильно, да, чтобы мне было лучше. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хорошо ли нас слышно. Да, уважаемые. Слышно и видно. Здрасте, отлично. Если нас слышно и видно, то будем начинать. Как ваши дела, расскажите. Мои дела, я готова. Да, я бы сначала хотела, то есть уже запись идет, да, мы на связи. Да, да. Да? Окей, я бы сначала хотела рассказать немножко о теме дня, которую я выбрала. А это именно касается того, можно ли работать по разным статусам, да, и вообще, что можно делать, что нельзя делать. И такое ощущение, что все-таки нам нужно повыше сделать. Сейчас, секунду. Я тут разные приспособления использую. Так. О, ну, чтобы... Вот так, нормально? Видно, слышно? Да, да, очень хорошо видно. Да, то есть хотелось бы немножко рассказать о том, в каких статусах можно работать, нельзя, да, ну, понятно, у кого грин-карта есть, работать можно всем, ну, есть, может, какие-то исключения, некоторых я не могу предсказать, а по остальным визам, кроме рабочей, работать нельзя. И к нам часто обращаются, говорят, ну, а что, я вот там, мне платят в России или бизнес, у меня заказы идут с Украины, и оплачивают мне там, и здесь я ничего не делаю, а у меня здесь свой бизнес и так далее. Есть очень много ограничений. На самом деле это такая тема, где достаточно тонкая грань между тем, что считается работой и не работой, да. И тяжело описать такой, достаточно сложный вопрос, да, что из себя представляет работа. Но общее правило, да, если вы здесь по любой визе, кроме рабочей, работать вы не можете. А уже там, давайте подумаем, какие есть варианты, да, что можно делать по определенным визам. Допустим, начнем с визы B1, B2. Есть B1, это как бизнес, да, виза для временной, какой-то, какой-то временной работе по бизнесу, но не имеется в виду работа. Работа вообще, это что означает? Что вы зарабатываете деньги на территории США. Зарабатывать деньги вы не имеете права по визам, по обычным, да, которые не рабочие. Поэтому вы можете работать по B1, но работа имеется в виду какая? Допустим, вы приехали от своего бизнеса в Украине, и здесь вы пытаетесь инвестировать, найти какой-то другой бизнес, открыть филиал. То есть вы имеете право открывать компании, снимать офис в аренду, нанять там каких-то людей, да, которые будут вести потом деятельность. Вы имеете право исследовать рынок, написать бизнес-план, да, но там, может, какие-то договоры заключить основные, или, по крайней мере, переговоры провести с основными поставщиками и так далее. Вы не имеете права отвечать на телефон и говорить, да, здравствуйте, это директор такой-то фирмы. Вы не можете ходить по разным магазинам и предлагать свою продукцию. Я Вася Пупкин, я менеджер компании, не хотели бы вы что-то у нас купить. То есть, ну, опять же, все упрется в то, поймает вас, не поймают, как, что и так далее. Но по правилу вы не имеете права представлять себя за какого-то сотрудника компании американской, не имея рабочую визу, да. И, кстати, хочу заметить по поводу рабочих виз, да, к которым мы перейдем. Они обычно, все эти рабочие визы направлены на работу именно в том бизнесе, который подал на эту визу для вас. То есть, любая виза, она идет, в основе идет петиция какая-то, прошение, где компания американская просит, чтобы вас сюда направили, оставили, дали вам возможность работать именно в этом бизнесе. И вы не можете, получив визу, там, допустим, H1B по работе, на какой-то компании быть маркетологом, заниматься, при этом на траке ездить. Да, извините, пожалуйста, это, ну, если вас поймают, это депортация. Дальше, что еще вы можете делать? Есть виза B2. По B2, ну, можете вы максимум открыть бизнес, да, и, ну, если потом узнать, какие-то люди открывают бизнес, тоже действительно, как бы у нас были случаи, где и бизнесы открывают, и даже покупают спустя какое-то время. Только имейте в виду, когда вы заезжаете, обычно спрашивают в основном, да, причина поездки, ваши намерения и так далее. И вы там рассказываете, я еду на пляж, я еду в Дисней, я сопровождаю детей, кто учится, или я там еду покупать бизнес, я еду переговоры, я на конференцию. В зависимости от того, что вы сказали, это будет записываться в системе чаще всего, ну, может, кто-то там поленится из офицеров, не запишет, но вообще они записывают, и это будет в будущем вас преследовать до конца ваших неиммиграционных дней, пока вы заезжаете и на гайкарты подаете, что, боже упаси, не было каких-то расхождений. В зависимости от того, что вы можете делать, ну, открыть компанию вы можете, но я обычно говорю, если вы приехали как турист, я советую вам даже никакие наметки не делать в направлении бизнеса или работы в первые, там, 3-4 месяца, потому что это значит вы мошенник. И вы по понятиям иммиграции, боже упаси, вы приехали как туристы, тут же передумали и решили заняться какой-то бизнес-деятельностью, это звучит подозрительно. Поэтому вы можете и заняться какой-то деятельностью, но вы, наверное, приехали без этих намерений, но спустя там несколько месяцев вы поняли, а-а-а, все-таки бизнесом займусь. Потом еще есть виза F1, да, я сейчас порассказываю, так буду слова, а вы потом можете вам задавать, да. Есть виза F1, это студенческая. Очень-очень много у нас запросов тоже. Я студент, я учусь, как я тут буду учиться, жить в этой стране, не зарабатывая. Вы не имеете права работать, кроме как при университете. Можно работать прямо в самом здании университета, допустим, в лабораторке, в библиотеке и так далее. Вам могут подавать нужное отношение на работу, показывать это прощение, да, что вы делаете. Двадцать часов на кемпусе, да, то бишь в этом же здании, там, где-то по-русски. Кемпус будет, в общем, в самом университете можете работать не более двадцати часов. Есть исключения, где вы бедны, у вас какая-то необходимость, может быть, дети, и вам нужно работать за пределами. Там есть определенные, можно тоже документы подать, попросить, но не более двадцати часов. Опять же, возвращаемся к открытию бизнеса и так далее. Самое оптимальное, да, допустим, вы учитесь на какой-то бизнес, бизнес-образование, там, экономист, маркетолог и так далее. И вы совершенно нормально открывать бизнес, ездить там на конференции на какие-то, заниматься исследованием. Опять же, то же самое, что по Би-1 по большому счету, да, проводить вы можете, но вы не имеете права зарабатывать. Тоже часто меня спрашивают, ну, а зарабатывать, что такое зарабатывать? Вот мне будут платить в Россию деньги, мне будут переводить. Ну, окей, будут переводить в Россию, это значит что? Что никогда эмиграция не узнает, что у вас есть где-то 5 копеек, были когда-то, вот. Но если когда-нибудь, как обычно всплывает оплата, вот человек тут что-то делает, он предоставляет какие-то консультанты, как это сказать, консультирует людей, допустим, по каким-то бизнес-вариантам, и ему платят здесь, там, или на PayPal платят, да, потом в банк. Просто все, что нужно в эмиграции сделать когда-нибудь, спустя какое-то время, вы будете подавать на грин-карту, ну, через брак, через бизнес-эмиграцию, покупите бизнес, все, нашли идеальный бизнес, вы готовы все по-честному подать на грин-карту через приобретение 10 еще бизнесов в США, или через работу, или выдающие способности. И они скажут, а вот вы здесь были когда-то, как студент, а дайте-ка нам ваши счета банковские. Мы просто хотим посмотреть, так-то они сами не могут, на самом деле, посмотреть. И вы им присылаете свои счета, а там каждый месяц поступление, поступление, непонятно откуда, это мне бабушка дает, это добрый человек дает, ну, опять же, что значит добрый человек дает, да, это все доказывать нужно, лишние просто вопросы будут. Поэтому вы не можете деньги там, или даже у вас есть бизнес свой, да, и даже там менеджер работает, все, вы вроде бы все себя защитили от любых каких-то дополнительных вопросов о миграции, но вы идете со своей бизнес-карточкой, покупаете машину, компьютер, окей, ну, как бы теоретически, можно объяснить бизнес-расход. А вот вы решили купить памперсы ребенку, ну, кроме того, как у вас садик, да, я не представляю, как вы можете потом оправдать свою покупку, или вы там себе зубную щетку, или хлеба кусок, если кроме вас там нетусовка, которая на расширение бизнеса предназначена, то есть аккуратно с этим. Или там часто говорят, а вот я волонтер в бизнесе. А по закону, по закону, и уже есть законы, то есть в Америке же право какое, оно прецедентное, то есть уже какие-то были случаи, иммиграция ведьма кого-то попыталась депортировать, люди обжаловались, сказали, мы не работали, мы волонтеры, мы просто набирались в сумму разума. Если человек является волонтером на должности, на какой-то, за которую обычно платят, это считается нерегальной работой, да, то есть вы там можете лапшу на уши вешать сколько угодно, чтобы бесплатно. Но если вас кормят, допустим, или вам аренду дают бесплатно, то есть компенсация может быть в другой форме, не обязательно это будет в форме денег, да, на вас могут жилье предоставать, еду и так далее. То есть понимаете, да, ну и если у вас какие-то дополнительные вопросы, всегда можно сейчас задать или потом на консультацию, если у вас какие-то подозрения, что вы что-то не так делаете. Но есть еще рабочие бизнесы, по которым можно работать. Это О1 через выдающиеся, это Л1 приобретение бизнеса, когда у вас есть свой филиал в вашей стране, это И2 инвестиционная. Но опять же, можете работать только в своем бизнесе аккуратно. Есть такое, что, допустим, если вы получаете Л1, да, покупаете здесь бизнес и можете работать в своем бизнесе, а у вас супруг или супруга могут получить разрешение на работу и работать где угодно, окей? Да, то есть И2 то же самое. Вы как инвестор инвестируете в бизнес, можете управлять инвестициями, работать, себе даже зарплату начислять, а ваш супруг может получить разрешение на работу и работать хоть на траке ездить, хоть в садике преподавать и так далее. То есть вот эти вот такие основные H&B, да, через работодателя. По этим визам можете вы работать в этом бизнесе. Что еще? Какие-то, может быть, по примерам у людей вопросы, да, там тоже спрашивают часто. Фотограф это считается, там, работа, да, если просто любую работу, которую вы делаете и производите здесь деньги, хоть рисуете картины, хоть фотографы, там, хоть вы консультации какие-то даете и так далее, просто нужно быть аккуратным, даже если, понятно, если вам будут платить в вашей стране переводы туда делать. Ну, значит, иммиграция, скорее всего, об этом никогда не узнает, потому что вопросов и не будет. Но, боже упаси, это всплывет, да, придется просто очень многое объяснять, да, и компанию вы можете тоже открывать, обязательно нанимать кого-то и так далее. Поэтому пассивным инвестором вы можете быть, в принципе, да, если вы наймете людей, просто контролируйте, чтобы денежки ваши не прогорели. Но это тоже такая тонкая грань, да? И даже если открывать фирму, нанимать людей, то прибыли получать вы не можете, или как? Ну, прибыль как дивиденды, да, вы можете получать их, в принципе, вкладывать обратно в бизнес, переводить в вашу страну, но здесь эти деньги выписывать на себя, ходить их тратить, это тоже очень тонкая грань такая, да, получается, вы все-таки зарабатываете заведением бизнеса, если вы их перевложили, если вы их отправили туда себе, да, в ваш банк зарубежный, ну, вопросов не будет. А если вы их все-таки тратите как дивиденды, с одной стороны, дивиденды вы имеете право получать, как инвестор, да, вы же контролируете, вы ничего не делаете, вы просто получаете. То есть можно, но потенциально вопросы могут быть, да, как вы получаете, что вы для этого делали, а так, в принципе, дивиденды получаете как инвестор со своей инвестицией, вы имеете право. Окей, ну, в принципе, я высказалась, как хотела, может, еще какие-то вопросы есть? Будем смотреть, если кто-то задаст вопрос, сейчас уточняющий, поэтому пока я вопросов не вижу. И поэтому давайте, чтобы, ну, не терять время, мы немножко ответим на другие вопросы, если у нас обратно по теме будут возникать. У нас один из вот вопросов как раз по работе. Если бинкарта получена через IB3, как быстро после получения можно поменять работодателя? Вообще работодателям можно поменять 6 месяцев спустя, после того, как вы подали петицию 140-ую по закону, да, вы можете, называется, portability, да, portability, вы можете перейти в другую компанию, но компания должна быть в том же районе, должна быть, заниматься, вы будете тем же самым, компания примерно тем же самым тоже занимается, вы можете уже спустя 6 месяцев перейти. Что касается получения гейн-карты, ну, с точки зрения логики, подумайте, да, вы получили гейн-карту, но в следующий день уже убежали к другому работодателю. Я считаю, это будет некрасиво, поэтому обычно говорю людям, ну, потерпите месяцев 6 хотя бы, ну, минимум 3, да. Но это некрасиво по отношению к иммиграционной службе или к работодателю. Да, это скрывает потом на гражданство, да, и были случаи, у нас же люди, человеку одному отказали давно от гражданства, потому что он получил гейн-карту через бизнес, ну, там немножко другая ситуация, компания закрылась, как только он получил. Ну, то же самое по мне. И ему отказали, потому что было очень подозрительно, как будто это под него всего. Поэтому имейте в виду, любые телодвижения, которые вы делаете в иммигранции, помните про 90 дней, ваши намерения не могли поменяться в течение 90 дней, иначе вы мошенник, а то и 120 дней, да, чтобы быть поосторожнее. Или вообще, ну, как бы 6 месяцев звучит, всякое могло произойти, да, 6 месяцев. Человек мог влюбиться, работу сменить, и там заболеть, не знаю, еще вообще на пенсию уйти. Ну, так. У нас вот еще один анонимный вопрос. Я гражданин Украины, вместе с бизнес-партнером в США открыли компанию. Партнер является старшим, а я ведущим специалистом. У меня там много лет опыта, а у партнера нет опыта. Для успешной работы компании я должен присутствовать на всех этапах и должен находиться в Штатах. Слышал, что я как соучредитель компании могу себя устроить на работу в свою же компанию, получить рабочую визу. Как правильно это можно сделать? Ну, во-первых, лучше консультация, потому что у меня уже много вопросов, чтобы выстроить эту стратегию. Лучше с адвокатом проконсультироваться. Опять же, есть виза H1B, есть виза L1, которая звучит, домой будет вам подойти. L1, если вы и там, и там работали уже, то есть в том бизнесе зарубежного работали, сейчас переезжаете. Как L1 можно получить, там, на год, на три, вы будете как специалист здесь заниматься, или какой-то ведущий менеджер, там, ключевой сотрудник, и можете заниматься здесь руководством, вот это именно, департамент этого. Или как H1B. По H1B, если вы совладелец, то не нужно подавать на эту визу. Есть там исключения, но вообще, если вы владельцем являетесь, виза H1B, где вы по образованию будете, по специальности, по своей здесь работать, это не приветствуется. В эмиграции были случаи, где люди подавали и получали, но вообще считается, если вы владелец компании, совладелец даже, вы не можете на себя делать рабочую визу H1B, потому что считается нечестно, что вы подавали на эту визу, когда могли нанять американца. А вот если у вас L, где вы работали в своей стране, в какой-то важной должности, и здесь вас перевели, в эту же компанию, они как-то связаны, эти компании, владельцы, то вы можете на L. Но лучше консультацию, чтобы точно построить, потому что там очень важны сроки, кто где, сколько работал, обязанности, в какой должности сюда будут переводить. Лучше проконсультироваться по этому вопросу. Еще один анонимный вопрос. Девушка пишет, что она находится на территории США и ждет одобрения формой 601А, Petition of Forgiveness. У меня остался social security после программы Work and Travel, но он не работает без work authorization, а work authorization у нее нет. Она случайно, ну как бы нашла работу в ресторане, и ее работодатель не посмотрел на карточку, и она как бы получается работает без разрешения на работу. Она уже работает два года, и сейчас ее работодатель предложил оформить страховку, и страховка частная, не marketplace. И спрашивает, могу ли я получить эту страховку, буду ли проверять мой статус перед тем, как ее одобрить. Вот, спрашивает, потому что не хочет получить, потерять из-за этого работу, как бы, ну, я не эксперт по страховкам, кроме как нужно, чтобы все требования соблюдались, чтобы вы не оказались мошенницей, да, то есть, как я понимаю, сейчас статуса нету, да, просто ждет, когда придет, ну, от выбора. Это значит, статуса нет, работается с ней легально, то есть потом, единственное, что можно будет сделать, это влюбиться и замуж выйти, потому что это прощается. Никакие рабочие визы нельзя будет оформить, никакой статус, если вы сейчас без статуса находитесь, но, опять же, я боюсь что-то сказать, не так, потому что я не вижу всех фактов, всех документов, поэтому всегда нужно говорить с однократом, со всеми бумажками, там, с ценой, чтобы можно было посмотреть. Не могу сказать, что вы можете или на страховку подавать, или нет, на частную, теоретически можете, но главное, чтобы в этой страховке требования вы соблюдали, да, если вам нужно предоставить разрешение на работу, ну, вы предоставите, да, но если оно считается недействительным, то потом пеняйте на себя или еще какую-то визу, там, или... Ну, скорее всего, они проверят social security и разрешение на работу. Да, то есть сами вам играете. Опять же, Павел Воробьев, Воробью, спрашивает, можно ли, находясь в ожидании суда по политическому убежищу, подавать на грин-карту? Окей, вопрос суда, именно, да, именно в суде? Да, написано, можно ли, находясь в ожидании суда, играть в лотерею, подавался, находясь еще в легальном статусе? Да, смотрите, на всякий случай, если вдруг там эта опечатка по поводу суда, если человек ждет интервью первоначального по политубежищу и подается на грин-карту, можно подаваться, можно выигрывать, добивать это дело до конца, у нас уже неоднократно мы получали так людям грин-карты, кто вовремя подался в свое время. Если же уже дело в суде, то уже нельзя, то есть на тот момент вы уже без статуса, когда вам выдают приглашение на суд, это где останавливается ваш легальный какой-то статус, поэтому с тех пор, как вы на вас, вы не прошли убежище и вам отказали, и вас назначили в суд, после этого уже у вас накапливается нелегальное пребывание. И по грин-карте только если вы будете выезжать, причем, если вас назначили на суд, вам тогда нужно выезжать в первые 180 дней после того, как вас назначили на суд, потому что этот статус накапливается. Потому что есть такое правило, если вы уехали в течение 180 дней, после того, как у вас нелегальный статус начал накапливаться, то потом вы сможете заехать назад, да, если вы выиграли лотерею, вас запустят, то есть вы должны рискнуть тогда, розыгрыш только в мае получается. Если же у вас больше, чем 180 дней, вас потом не пустят 3 года, если вы год здесь нелегально, то есть без статуса после того, как у вас назначенный суд, вы до сих пор ждете его, и у вас год уже прошел, как вы ждете, там, ходите на разные суды, нет кончек нарушения, то у вас потом 10 лет в пусты. Поэтому, если у вас 180 дней уже прошло после назначения на суд, ждите суда, наймите классного адвоката на убежище и попытайтесь выиграть его. Валерия, Валерия уточняет по поводу предыдущего вопроса. Прощается только если муж гражданин Америки? Да, если муж гражданин Америки прощается нелегальная работа, статусы нахождения и так далее. Светлана Ата спрашивает, мой друг, доктор математической наук в России, на какую визу он может претендовать? И реально ли ему найти работодателя? Звучит, как часовая консультация, как минимум. Ну, все, что связано с образованием отличным, каким-то высоким, да, больше, чем бакалавр, ну или хотя бы бакалавр, то, скорее всего, какая-то рабочая виза. Если у этого человека еще и деньги есть, добавок, он хочет бизнес здесь купить, да, может, он там, если работает, но если он работает, то есть, кем он работает, там написано, кем он работает? Нет, написано доктор математических наук, наверное, он все-таки в образовании. Я думаю, чтобы мне дать обширный ответ, но он может, если он какой-то заслуженный математик, у него там куча публикаций, он изобрел что-то, какие-то патенты у него и так далее, он заслуги, награды, там, Нобелевская премия вообще будет идеально, я вам скидку там большую, если у вас такой кейс будет, пока мне еще никто с Нобелевской не попался, жду этого момента, я бесплатно там сделаю, если что, документы, ну, кроме расхода. Вот, но он может быть что-то выдающийся, может, в интересах Америки он, да, рабочая, найдет работодателя, он в своей сфере деятельности, может приехать сюда по ВИЗе, H1B, какие еще варианты, по ОВА, ну, то есть нужно тяжело ответить, но, скорее всего, что-то рабочее ему подойдет. Ну, да, или какие-то у него супер заслуги есть, по которым... Да, да, заслуги, он может приехать сразу на один карту подательного, в интересах Америки есть такой нашим, он сейчас, своего. Наталили спрашивает, выиграл в лотерею, подавал как неженатый, состоит с девушкой в гражданском браке, она, наверное, о каком-то своем знакомом пишет. Анкету DS-260 еще не отправлял, гражданский брак пять лет. Как теперь с документами быть? Загрегистрировать брак и включить документы уже жену? Все, вы ответили на вопрос на своем. Да, мы хотели ответить, потому что гражданский не признается, с этими бумажками уже подавать DS-формы, как с женой вместе. Так, Эмили Крау спрашивает, если продавать продукцию через интернет-сайт с американским доменом, но производство не в США, какое будет налогообложение? Почему это у нас? Спрашивают про налогообложение, да. Мы не по этим делам, не по налогообложению, да. Олеся Чугинова спрашивает, нахожусь в США по визе B1, подаю на Change of Status по учебе в университете. Какие шансы на успех при условии, что удастся продлить B1? Изначально виза на 6 месяцев до середины декабря. Ну, смотрите, ну, шансы на успех, я не знаю, я могу только из своего опыта говорить, да, что по F1 подаче нам, ну, может, один раз отказывали, то, потому что школа закрылась, просто пока мы ждали. Так отказов нет, шансы хорошие обычно, когда мы подаем, если все правильно оформлено. И имейте в виду, когда вы подаете на F1, я понимаю, что у вас B1, да, я не знаю, почему B1, видимо, что-то с работой связано, да, то есть вы явно не в Дисней приехали отдыхать. Вам нужно будет B2 параллельно менять статус B1 и B2 из-за того, чтобы в рассмотрении будет F1. То есть явно до декабря вы не успеете получить F1, я вам говорю, 99% вы не успеете, подав сейчас, до декабря получить ответ положительный по F1, скорее всего. Но вы можете подождать, мало ли, вдруг это удачный человек, и все равно нужно будет на B2 поменять, что якобы вы ждете рассмотрения F1, поэтому дайте, пожалуйста, мне B2, чтобы я здесь преспокойненько не вылазил из статуса, потому что быть без статуса в Америке на сегодняшний день это чревато. Спасибо. Элеонор Телек спрашивает, открытие своего бизнеса без разрешения на работу не дает право владельцу этого бизнеса работать в Штатах, правильно? Правильно. Как можно сменить статус на L, чтобы получить возможность работать в своем бизнесе? По порядку, да? Сколько нас? Ну, как минимум, надо иметь бизнес какой-то на родине. Да, вы можете поискать тоже информацию про L и так далее. Сейчас могу только рассказать об общей требования по L-визе. Это моя самая любимая, это моя специализация основная. Почему? Потому что для россиян в частности, да, или многих стран СНГ там очень тяжело показать происхождение средств обычных там по другим визам, поэтому чаще всего это бизнесмены, бизнесвумены, то есть у вас есть бизнес в вашей стране, вы теперь покупаете, открываете здесь бизнес, вы показываете офис там, бизнес-план, все дела здесь, показываете, может, там сотрудников нанимаете и так далее, но вы должны показать, что вы проработали в своей стране до этого 12 месяцев по руководящей должности в этом другом бизнесе, да, в зарубежном. И тогда можете подавать там на L-визу. Процесс занимает какое-то время. Обычно как мы работаем, да, человек обращается там на отдельной консультации, я не отсылаю договоры, не принимаю никакие оплаты, пока я лично не проконсультировала этого человека и не поняла шансы, да, чтобы не получилось, что я там что-то пообещала на рубике, а потом оказалось, что вы не подходите. То есть там очень много требований, это одна из самых сложных в бизнес на сегодняшний день, что хорошо она ведет к грин-карте, поэтому люди часто на нее подают. То есть вы можете открыть бизнес, развить его, да, по L-визе здесь находясь, и потом подать на грин-карту и на всю семью получить вид на жительство в США. Или вы можете купить бизнес здесь. Это как бы даже оптимальнее, почему? Потому что он уже развитый, вы можете его переделать на свой лад, если вам интересно, но по крайней мере уже работники, вам не нужно изобретать велосипед, уже все там репутация у него есть, да, все лицензии получены, и вы получаете визу там даже на три года потенциально L, потом работаете, работаете и подаете на грин-карту. Но сначала консультация, чтобы понять. Второе, ну, естественно, там договором подписываем, даем списки документов только после этого. И у нас есть сотрудники в офисе, которые занимаются там непосредственно сбором документов, сами эксперты. У нас много адвокатов даже из других стран работают, которые знают всю эту систему и помогают вам собрать документы оптимальные. Обычно там пакеты документов, вот я сейчас даже покажу вам, я использую для подставки. Ого. Да. Это, к примеру, L-виза, да, чтобы вы понимали. Это одна виза. Да, и потом документы отсылаются, подготовка всего пакета, письма все занимает там, скажем, месяца три. Потом рассмотрение L-виза, вот у нас последняя пришла вчера, одобрение за 11 дней. Да, на три года человек бизнес купил. Все, рады, очень счастливы. Мы рады, особенно за наших клиентов, мы переживаем всегда. И потом получаете L-виза, можете уже начать с вашей секьюрити, начинаете уже в бизнесе работать, не просто на изнах плату и ходить всем говорить, что вы и владелица, работник и все что угодно. А должен ли этот новый бизнес в Штатах быть, заниматься тем же самым, чем бизнес на родине? Ох, смотрите, по закону не должен заниматься, но тенденция такая в последнее время, что они очень придираются, если бизнес совершенно другой. И поэтому мы пытаемся найти какую-то изюминку. Это вот тоже то, что мы обсуждаем при общении с клиентом, как бы понять. Вот говорю, допустим, если у вас там салон красоты, а здесь вы там строительный какой-то бизнес покупаете, ремонтный, но нам нужно просто как-то выделить вас, потому что мы же переводим специалиста непосредственно, да, и мы должны обязательно обязанности показать. То есть мы должны показать, как вы справитесь, да, если вы там с салоном заправляли, а здесь вы будете строительным каким-то бизнесом. Но мы всегда находим какой-то подход и, в принципе, не нужно, но лучше, чтобы бизнес занимался тем же, просто логичней, и офицеры это, ну, и ближе это к сердцу, видимо, и одобрение приходит легче. Светлана Шиманаева спрашивает. Могу я открыть бизнес в США, приехав по турбизе и наняв сотрудников и управляющего на меня, управлять им удаленно? Вы можете... Разобьем сначала на этот ответим, а дальше потом еще... Да, вы можете, опять же, управлять удаленно, вы можете контролировать инвестиции, быть пассивным инвестором, ну, видимо, управлять удаленно, это оно и есть, да, если у вас есть управляющий в бизнесе, менеджер, сотрудники и так далее, вы просто в него вкладываете деньги и проверяете, да, там, отчеты какие-то, чтобы бизнес не прогорел, и, может, уволить даже сможете кого-то и нанять, и смотрите, как деньги заходят, да, какая продукция там поставить. Вы это можете делать и удаленно, и даже, в принципе, здесь, находясь там по B1 в визе. А смогу ли я в дальнейшем при условии доходности бизнеса открывать рабочие визы для иностранцев на этот бизнес? Ну, ответ краткий, можно, но нужно стратегию составить, то есть можете H1B, если вы нанимаете кого-то с другой стороны с высшим образованием по специальности, они приезжают работать, можете перевести кого-то со своего бизнеса зарубежного в американский, да, какого-то ведущего, да, менеджера и так далее, но тоже много требований конкретных, есть какие-то плюсы... Да, вот следующий вопрос, какие вот эти вот требования для владельца бизнеса, чтобы открывать рабочие визы для иностранцев? Это долго мне рассказывать, но, да, это L, то, что вот я только что рассказывала про L, как работает, да, менеджер, если у вас менеджер какой-то работал в вашей компании за рубежом, и сейчас вы его сюда, вы тоже показываете, вот он, как там был менеджер, тут будет менеджер, можно его перевести по L-виде. Если человек с высшим образованием видит, он вообще никак не относится к вашему бизнесу за рубежом, да, там, в России, в Украине, откуда вы, и просто кто-то другой, там, специалист вам нужен для бизнеса в Америке, то вы можете его привезти по специальности. Это виза H1B, там обязательно иметь нужно минимум бакалавра. Эта виза, она немножко сложнее получить, почему? Потому что она лотерея разыгрывается. На них очень много народу подает, можно подать 1 апреля, и только после этого она дается аж в октябре. То есть, если вы будете подавать, это будет в апреле 2020 года, вы подаетесь, да, вместе с другими людьми со всей Америки, кто подается. Оттуда выбирать будет 65 тысяч всего лишь человек, и только после этого оно будет в рассмотрении, и только октябрю ее выдадут. И то есть шансы не 100%, это 1 к 3. Что еще? Ну, а так, в принципе, можете на нее переводить людей. И имейте в виду, вы не можете компанию набить полностью иностранцами. Там есть даже ограничения, то есть компания, даже там есть такое понятие immigrant dependent, да, сколько человек, вы не можете там, а 2 американца и 8 иностранцев работают. Компания, там даже определенные пошлины на эту компанию. Это должно быть, ну, хотя бы мы говорим там, чтобы как каждому 8, там, ну, 5, ну, нужно смотреть, смотря какой бизнес, как это объяснить, стратегию выстраивать потом. Понятно, спасибо. Ася? Сейдин Алиева спрашивает. У мамы грин-карт, ее сыну 34 года, не женат. Может ли мама подавать на присоединение с сыном? Через какое время, если она подаст, ему дадут грин-карт? Так, ну, это категория определенная, да, там, как есть таблица, наверное, кто уже немножко знает, есть где по семейной эмиграции можно посмотреть. То есть это категория, где не женатый сын более 20, одного года, да, сейчас я посмотрю, я специально даже открыла табличку, на моментах, вот в октябре рассматривается, сейчас на грин-карту можно подать тем, кому петиция на воссоединение была подана в июне 2014 года, да, то есть это 5 лет занимает. То есть если вы сейчас подадите петицию на этого сына, то где-то только через 5 лет, ну, если будут в том же режиме двигаться документы, вы сможете подать на грин-карту и сына завести сюда, с условием, что он не поженится за это время. Спасибо. Маргарита Шумячкина спрашивает, может ли грин-карт-холдер на 10-летней визе жениться и как супруга сможет потом получить гражданство? То есть у кого-то грин-карта 10-летняя, да? Да. И этот мужчина может ли жениться и получит ли супруга его потом гражданство? Классный вопрос. Тоже такой дальнесрочный. Смотрите, тоже есть, жениться может всегда. Будет ли грин-карта, видимо, для этой жены вопрос в первую очередь? И будет грин-карта пока у человека, то есть у мужа, если только грин-карта, то для жены будущей нужно, чтобы эта жена была в сервере в каком-то статусе. То есть если жена сейчас нелегалка и они распишутся, то грин-карту он не сможет получить для этой жены. Ну, гражданство, это уже следующий этап, да? То есть чтобы гражданство получить грин-карту, да? Если жена сейчас только въехала по турвизе, допустим, или она вообще находится там за рубежом, можно подать документы на петицию на воссоединение от мужа с грин-картой на эту жену легальную, то есть она легальная или в Америке, или она находится в своей стране, пока ждет. Но там нужно иметь в виду, что очередь, это очень много, ну, двигается в разном направлении, если у человека всего лишь грин-карта. Если бы у него было гражданство у мужа, там можно подавать в любом случае на супругу, легально она здесь, нелегально и так далее. А когда у супруга только грин-карта, там уже смотреть за очередью. Сейчас, допустим, если она легально находится, и потом подается документ на воссоединение СМИ, на грин-карту, вот прямо сейчас можно, в октябре, в ноябре даже. Но нужно все время следить за этим, потому что может быть такой момент настать, когда больше не будут грин-карты выдавать, и нужно будет ждать, как раньше, да? Несколько месяцев назад в свою обратились, я бы сказал, два года нужно ждать, чтобы податься. Но лучше всего проконсультироваться, чтобы убедиться, что можно подать на эту жену вообще, что она здесь легально, никаких нарушений не было и так далее. Алена Суфьяникова спрашивает в нашем чате, имеет ли смысл подавать на воссоединение, если сын ждет интервью по убежищу? Не очень понятно. Если сын подал документы на убежище, находясь в Америке в легальном статусе, и статус еще не был просрочен, можно подать документы на воссоединение. Ну, просто, если его позовут на убежище, пока в ожидании воссоединения, ну, придется ему пойти на убежище. Если назначат потом в суд, то уже будет тяжелее. Заканчиваются вопросы, поэтому поторопитесь задать свой вопрос. У меня еще интересный, есть здесь вопрос. У моих друзей есть YouTube-канал в России, и они на нем зарабатывают. Могут ли они, приехав по Турвизе, снимать видео в Штатах и загружать его на YouTube? Будет ли это считаться незаконной работой в США? По закону будет считаться незаконной работой, потому что даже, говорили, специально готовилась, когда перечитала кучу разных дел, да, нет, какие есть варианты. То есть, если человек здесь делает для себя, просто видео снимает, но если он при этом зарабатывает деньги, но производит это здесь, то же самое, что картину написал он. Он приехал сюда, написал красивую картину океана, сидел здесь месяц целый, писал ее, писал, а потом продал за миллион долларов, окей, в России. Ну, какая разница? То есть так, но имейте в виду просто, как бы нет, нельзя, да, ну, как они? Узнают, я не знаю, как это могут, если хотите спросить, а как они узнают про то, где кто что заплатил, где он что-то делал, где видео снимал? Но, видите, учитывая, что это все-таки соцсети, и это Ютуб, и так далее, скорее всего, это где-то вылезет. И опять же, если вы приехали, сняли видео красиво, уехали, поставили, а там вы заработали, ну, ладно, это, но когда это может всплыть? Когда вы подаете на новую визу, да, там спрашивают, все ваши, понимаете, логины, все ваши соцсети, и так далее, они могут проверить, где-то вы нарушали, нарушали. Если вы потом подаете, допустим, вы стали супер-дюпер-блогером, выдающимся, вам там награду, опять же, номерскую премию, да, вам дали за то, что вы супер-мега, самый вообще крутой блогер на свете, что-то изобрели. Изменили мир. Блогерскую меру, да, и вы ко мне обратитесь, я вам говорю, с номерской премии бесплатно вам все сделаю, да, ну, потом с вас отзыв какой-нибудь, я сфотом. Так вот, и вы будете подавать документы на выдающиеся способности, на гейм-карты, на видео и так далее, и они захотят копнуть ваше прошлое, и вот на этом этапе это всплывет. Ну, только так, да, а так, как и что, никто не следит за каждым человеком, который записывает видео в Америке и отсылает их в Россию, чтобы там заработать свой миллиончик, понимаете? Ну, допустим, если турист приезжает, находится в Штатах, но работает, допустим, на своей работе, которая там у него осталась на родине, это считается работой незаконной в Штатах? Если он сидит здесь на пляже и на компьютере программирует для своей компании теоретически, а ему там платят, теоретически, договоров подряда. Это тоже нарушение, да, он здесь сидит как турист, видите, особенно со всеми этими, но все, имейте в виду то, что я до этого вам рассказывала, окей, как это все происходит, кто, что, как это будет знать, да, знаете, всегда нужно о чем думать, забираете ли вы, потом, как это можно аргумент построить в будущем, забираете ли вы рабочее место у какого-то американца, ну, если вы не забираете, ну, может быть и не важно, что вы здесь сидите, программируете, да, на пляже, отсылаете, вам там платят в России, а вы потом с этой карточкой тратите деньги, покупаете там и так далее, то есть в принципе окей, и это такой, видите, очень такая тонкая грань, где нужно еще поспорить, что вы работали, не работали, просто что-то писали, вообще никакую работу не можете делать, где бы вам не платили, это как бы так говорят, да, по закону, но что значит работа, работаете вы здесь, не работаете, сколько времени вы тратите, насколько это будет плохо для американцев, ну, это уже потом рассказывать будет. У нас поступил еще вопрос, ребенок ходит в паблик скул, я по Трувизе, есть ли смысл подавать нам на EB2, EB3, или это прощается только через брак с гражданином? Если они захотят проверить, они проверят, да, что вы бесплатно учитесь в школе, то это, конечно, будет чревато, EB2, EB3, все это может всплыть, может быть и отказ, действительно, и так далее. Я всем рекомендую, постарайтесь заплатить в этой школе, вообще, я, конечно, вам рекомендую забрать иного с этой школы, поместить ее на какой-то, тем более, что вы EB2, EB3 будете делать, то есть вы уже близки, ну, там, годик на домашнее обучение, или какое-то онлайн обучение, или частная школа, да, смотря сколько ребенку лет, или попробуйте, у нас уже были случаи, где люди платили в школу, типа donations, да, там, волонтерские какие-то деньги, пожертвования, ну, я не могу прямо сказать, вау, да, это так надо, но, по крайней мере, мы пытались там с какого-то перестраховать клиента, уже пару раз такое было, им рабочие визы давали, ну, до Гинкарта мы еще с ними не доходили через рабочие варианты, но визы давали, не отказывали, то есть это говорит о том, что, может быть, они это знают, ну, перестраховаться, очень такой советный, неофициальный. Хорошо, Анна Галяна спрашивает, у меня вопрос о нововведении, с 3 ноября для получения визы Гринкарт надо показывать консулу, что ты обязуешься покупать медицинскую страховку в США в течение 30 дней, а как это делать, это финансовый документ показывать, или каким образом это? Ну, я там не знаю, какие требования основной страховки у страховых компаний, просто вы или приезжаете уже со страховкой, которая у вас там, да, до того, как вы приезжаете, там, по турвизам же, там же какая-то есть страховка на 90 дней, по-моему, дается, можно там проводить, или вы здесь, главное, чтобы это была не бесфатная страховка, а именно платная, но это нужно уже найти какого-то агента, который вам поможет оформить, да, сейчас с этим тоже сложно, и страховки, и, боже упаси, чтобы вы не наездивили государство, хотя сейчас там в суды наподавали кучу дел, что, типа, опровергают, что это легально, заставляют людей, там, что доказывают, ну, посмотрим, чем все закончится, но вообще страховку требуют, да. Лиза, ну, у нас закончились вопросы, ну, если у вас есть минутка, расскажите нам про эту встречу, которая у вас будет, скоро про L1. Вы волшебница, вы мысли читаете. Да, вот я как раз хотела рассказать, ну, может, тема даже, да, актуальная в плане... Да, как раз по-рабочему, да. Мы 15 ноября проводим семинар, посвященный бизнес-иммиграции, именно, то есть там будут как раз все варианты обсуждаться и через работу, и через бизнес, и через инвестиции, где я буду выступать, рассказывать все детали, которых вы на форумах не найдете, да, из жизни, истории, и, может быть, даже клиент у нас на прошлом семинаре, в прошлом году даже клиент один выступал и рассказал всю свою, от начала до конца, весь процесс, сроком и так далее, в этот раз, не знаю, получится, плюс бизнес-брокер, с которым мы работаем, которые помогают бизнесу оформлять, покупать и так далее, находить, и мы расскажем, какие варианты есть, причем и получение виза, и как менять с одной на другую, как, может быть, вам здесь находиться, пока вы развиваете бизнес, если вы не готовы покупать, а потом только переходить на бизнес-визу, потом грин-ката, гражданство, семья, то есть все это будет обсуждаться, и в деталях, там слайды, и ланч будет у нас отлично, у нас много клиентов, которые имеют рестораны и готовы даже попробовать вам дать свою вкусняшную еду, вот, то есть это 15 ноября, там с утра, и вы можете на фейсбуке найти информацию об этом, потом 16, сентября, 15 ноября в этом году, да, потом, это пятница, а 16 ноября другое мероприятие, которое следует после этого семинара, это пикник, пикник, посвященный бизнес-эмиграции, на самом деле, изначально это пикник для наших клиентов, бесплатный, где мы просто зовем наших клиентов и отмечаем наше сотрудничество, наше счастливое отношение, успех, они делятся, это как такой клуб VIP, да, VIP, где у нас бизнес-эмиграция, бизнес-владельцы, выдающиеся люди, там, звезды даже, да, которые встречаются, общаются, когда дружба заводится, ну, уровень людей, которые могут что-то, что-то общее, да, найти друг с другом, и реально хвастаются люди, что вот мы там друзей нашли, и также мы в последнее время стали звать на этот пикник не только наших клиентов, но и любых посторонних людей, заинтересованных в бизнес-эмиграции, там немножечко платно это будет, да, но, по крайней мере, они смогут прийти, познакомиться, поговорить, как что работает, может быть настроиться тоже на бизнес-эмиграцию, понять, что это живые люди, это действительно работает, люди получают и визы, и грим-карты, это мероприятие для всей семьи, для детей, там, да, можете, да, прийти с мужьями, с детьми, у нас будут, ну, с женами, естественно, если вы, да, мужчина, вот, для детей развлекательная программа, и батуты, и еда узбекская, вообще отличная еда, мы сами готовим, в общем, с командой нашей познакомиться, вся наша фирма, команда брокеров, в общем, такое интересное мероприятие, всем очень нравится, надеюсь, погода не подведет, у нас дождливый был день, а так мы всех приглашаем, только найдите тогда нашу информацию, вот сейчас вы дадите же телефон, да, дадим, и где зарегистрировать, можете позвонить, офис, оставить свои данные, с вами наш специалист, который занимается организацией, у нас со стороны брокеров есть организатор, есть с нашей стороны организатор, потому что такое очень емкое мероприятие, нам год занимает, там, полгода минимум, чтобы его подготовить, вот, и всех созвать туда, но вам очень понравится, и семинар очень полезен, да, образовательный, у нас есть люди, которые после семинара и бизнеса приобрели, уже получили документы, они много что узнали, там, да, и пикник отличный, поэтому приходите, обязательно, ну, звоните нам, записывайтесь. Записывайтесь. Хорошо, спасибо, очень интересное мероприятие, сама бы сходила, особенно на узбекский пик. Проходите, проходите. Вот девушка, которая спрашивала про медстраховку, которая, вот, 3 ноября, она же, она же пишет, что мы на расстоянии не можем купить местную страховку, нам, так сказали, страховые компании. Подходит ли в данном случае туристическая страховка? Туристическая, насколько, опять же, это все новшество такое, я еще не могу на практике сказать, как это будет, но пока я всем говорю, покупайте пока туристическую страховку, главное, чтобы был этот полюс, подтверждение, ну, если вдруг не сработает, мы будем знать, но еще пока это, так как это не вступило, кому-то не собирались, нет опыта, ну, да, претендера пока нету, но, в принципе, я не вижу по логике вещей, по всему вообще принципу, зачем это все нужно, что человек не приехал, обуза не стал, если эта страховка покрывает какие-то несчастные случаи, там, залет в больницу и так далее, ну, почему нельзя? Интересный вопрос задал нам Андрей Альмаш. Играю в гринку, в случае выигрыша по приезду в Штаты, хочу заниматься гальваникой. Это что? Не знаю. Но слушайте дальше. Суть в том, что обязательно использование шестивалентного хрома, а он канцероген. Насколько сложно оформить такое производство, искал в интернете, ничего не нашел по формированию такого в Штатах. Ой, записывайтесь на консультацию. Я очень извиняюсь, это прозвучало как на китайском, информация, я ничего не поняла, что там. Если это какое-то нелегальное средство, нелегальное оборудование, нелегальные процессы, то нужно смотреть законы, и, наверное, подавится какой-нибудь адвокат, занимающийся этими лицензиями, лицензиями и так далее, по деятельности. То есть, допустим, я только могу пример, если это связано с марихуаной, естественно, вы не можете заниматься здесь каким-то бизнесом по выращиванию марихуаны, если это нелегально. Но вы можете заниматься этим в Калифорнии, но я бы не шутила с какими-то, я не знаю, что-то средство у вас, что-то значит вообще. Лучше на консультацию вы можете прийти, рассказать, мы посмотрим, но, скорее всего, понадобится какой-то специалист, что мы только по иммиграции. Но если что-то нелегальное, я даже не возьмусь. Потому что, как бы, ну, здесь не дадут, если во Флориде или где-то, а вообще федеральные законы, они отличаются от штатовских, вам, может быть, по закону разрешают там курить и выращивать марихуаны в Калифорнии или там в Колорадо, да, но стоит вам приехать сюда, да, во Флориде, или вообще по закону там вы скажете, да, я курил, там, это же можно, а вам по иммиграции разводят, потому что это нелегально с точки зрения федеральных законов. Поэтому аккуратненько. Да, Анна нам еще пишет, что у них четвертого собеседования, ну, опять же, про страховку, про эти новые планы, и поэтому они в замешательстве, и она беспокоится, может ли это стать причиной отказа. Если не будет страховки, думаю, сможет. Сейчас, думаю, сможет уже, да. Окей, спасибо. Еще у нас один анонимный вопрос. Наша семья находится в ожидании суда по политике. Мы подавали кейс, находясь в туристическом статусе. Имеет ли смысл играть лотерею, где и как в случае этого проходит интервью в случае выигрыша? И второй вопрос. Какие еще варианты легализироваться, если нам в суде откажут? Есть ли смысл предпринимать что-то во время ожидания суда? Например, попробуют легализироваться через работу или бизнес? Очень переживаем, что в суде могут отказаться. Да. Тяжело ответить, не зная всех этих сроков детальных. Опять же, обязательно консультация с адвокатом, причем, может быть, со мной, может, с другим адвокатом в нашем офисе, который занимается убежищами. Обычно ответ нет по всем вопросам вашим. Если уже слишком много времени прошло с тех пор, как вас назначили, скорее всего, нужно срочно выезжать или добивать, может быть, нанять там суперсильного адвоката. Наша фирма тоже предоставляет по защите депортации. У нас хороший адвокат есть по этому вопросу. Чтобы защитить себя и доказать, что вы не можете вернуться, потому что, скорее всего, визы точно отпадают. Любые лотереи отпадают. За счет того, что выйдете сейчас первые 100 весят дней после того, как с вашей депортацией. Рабочие статусы тоже 100 весят дней имеют большую роль. То есть, скорее всего, ничего вы не сможете сделать, кроме как защитить депортацию, добить убежище, или выехать срочно, пока у вас восьтые дни не накапало, а потом искать другие пути. Да, спасибо. В принципе, это да. Я уже смотрю. Уже 30 раз, уже нет вопросов. Много было вопросов, почему были довольно интересные. Мне про YouTube понравился вопрос. Это же какой пласт современных специальностей у блогеров еще никаким законодательством не прописан. А эти профессии растут, и их все больше и больше. И что им делать? Да, поэтому, я думаю, нужно следить за этим, да, по поводу работы, потому что я знаю, что действительно люди много приезжают, там ведут блог, допустим, как уехать в Америку, жизнь в Америку. Естественно, здесь же видео должны записывать, но там-то они получают деньги, да, и я уверена, это дело времени, когда будут конкретные решения, иммиграции, где будут конкретно дела подобные, и будет прописано, если вы делаете в свой блог информацию, запись какого-то видео, и вы, где бы вы там хоть на Луне зарабатывали, хоть это будет в криптовалюте, хоть вам едой будут коробками пересылать и так далее, вы нелегально занимаетесь деятельностью рабочей в Америке, потому что за это вы какую-то компенсацию получаете. Сейчас это, может быть, такие какие-то случаи были такие, довольно серые, неконкретные, но рано или поздно это тоже нельзя будет делать. Говорят, хотите заниматься, приезжайте по рабочей визе, открывайте офис, нанимайте людей и, пожалуйста, записывайте какого-то оператора, берите секретаря, который вам будет этим, который, айтишника, который все это будет вам делать, а вы здесь руководите процессом креативным. Получайте деньги, хоть здесь, хоть там, но это делайте легально. Нам Андрей уточнил, что это не криминал, что мы даже не можем произнести, это хромирование деталей. Тело? Детали тела? Хромирование деталей, наверное, автомобили, там может быть, я не знаю, как чего, всего. Короче, Андрей, извиняюсь, я не владею информацией. То есть, если все это дело, ну, тогда почему-то надо спрашивать, да, Андрей, такую детальную информацию, что если это является тем-то или канцерагентом РРА, если это легально, если это можно делать, и вы реально будете инвестировать в Америку, нанимать людей, я не вижу, почему бы нет. Если есть какие-то нюансы, которых я просто, ну, в силу того, что я не знаю, что за тема, как она работает, хромирование, людей вы хромируете, детали хромируете, я не знаю там, что и как, может какие-то лицензии нужны определенные для этого, потому что вы тоже имеете в виду, чтобы здесь заниматься каким-то бизнесом, вы должны получить определенные лицензии, да, что лицензии получить, вы должны доказать, это займет время, там, виза какая-то определенная, по B1 вы можете это все делать, потом перевести стандартный, на Гринкарту, короче, сори, у меня стандартный ответ на такой вопрос, консультация вам нужна, и мы все по полочкам можем разложить, построить стратегию, временные рамки, сейчас вот так вот в эфире мне тяжело вам сказать, так что все вообще, что по эфире я в эфире говорю, я только использую вот то, что вы мне говорите, если вы где-то ошиблись, если я где-то недоуслышала, я стараюсь изо всех сил подстроиться под те факты, которые вы даете. Валерия уточняет, можно по F1 OPT открыть бизнес, когда ты уже, я так понимаю, на OPT находишься? Можно, да, разрешение на работу у вас есть, можно даже работать в нем официально, зарабатывать, хоть блогеры, хоть конкретно здесь окна ремонтировать, что хотите-то делать. Окей, и Дарья Майорова спрашивает, в чем разница между EB1 и L1? EB1 – это грин-карта, L1 – это виза. L1 – это временное нахождение, где вы можете здесь работать, бизнесом заниматься, семья тоже ваша может, дети могут учиться в бесплатной школе и так далее. А EB1 – это та же категория, то есть так же вы с бизнеса за рубежом переводите какого-то ключевого сотрудника в Америку, но это уже вид на жительство, вот в родительстве. Ну, а в пути эмиграции, в чем разница? Какая может быть, какая-то сложнее, какая проще? Ну, сложнее EB1, потому что вы должны показать, что вы должны здесь жить постоянно и вам дают вызов на работу, на постоянную. И без вас прям этот бизнес там занес. Ну, хотя, честно говорю, наверное, ну, может быть, LVis просто больше, но не доходят до грин-карта медленнее, чем по LVis. Может быть, даже LVisa и сложнее на сегодняшний день. Но, тем не менее, это тоже требования почти одинаковые, только еще к тому, что вы показываете, что у вас там есть бизнес, у вас здесь есть бизнес, вы там работали, вас перевели, будете заниматься деятельностью. Еще нужно показать саму компанию по EB1, компанию в США, что она, что у нее движуха, активная деятельность, налоги, прибыль, сотрудников куча, да, что вы, если уедете, она развалится. То есть там есть целый такой уровень дополнительный, который нам нужно подтверждать. Валерия, которая вот спрашивает про F1, спрашивала про OPT, спрашивает, какие варианты у нее получения грин-карты после получения бакалавра. Ну, так понимаю. Работа бакалавра. Я уже говорю, уже с некоторыми уже целая консультация выходит. Туда-сюда вопрос ответит, не проще записаться. Ну, я так подразумеваю, смотря какой бакалавр, наверное, и B3, как вариант, то бишь трудовая аттестация должна провести рекламу, да, что вас ищут, смотря какое образование, насколько можно отсеять людей, которые еще хотят податься на этот вид работы. Да, скорее всего, через трудоустройство грин-карты – это ваш путь. Но можно после окончания бакалавра сразу на грин-карту или все-таки надо сначала какую-то работу получить? заработодатель, H1B виза еще есть, да, получается, H1B визу, потом на грин-карту подаете или сразу на грин-карту, просто здесь нужно поддерживать как-то статус, можно даже учиться на магистра, а на грин-карту подать как бакалавр, да. То есть вот эту стратегию как раз мы можем по полочкам разложить, начертеть, описать. Ко всему я расскажу каждому пути сроки, цены, шансы и так далее. Мы обычно там чертим, да, и пишем тан-дан-дан-дан. Ну, это проще всего так, конечно, тут на пальцах тяжелее объяснить. Супер. Спасибо большое, Лиза. Сейчас мы вложились с вами. Да, присылайтесь какие-то интересные темы, или я сама придумаю какую-то темку через пару недель, да, а так, ну, в том же стиле. Я думаю, буду темы какие-то тоже рассказывать, потому что, ну, еще больше, потому что, смотрю, вопросы как-то истекают быстренько. Если у кого-то есть предложение, о чем вы хотите в следующий эфир, пишите в комментариях, мы с удовольствием отреагируем. Да, да, хорошо. Все, рада всех видеть. Спасибо. Спасибо большое. Хорошего дня. Вам тоже. Пока.